здравствуйте дорогие гости и подписчики моего канала конечно же участники совместного проекта богатство и благополучие я рада вас приветствовать у нас сегодня первый отчет за февраль месяц видео не выходит немножко с опозданием это связано с техническими вопросами но я надеюсь что скоро все решу и вольюсь в график и смогу выкладывать видео намного раньше ближе к нашему отчетному периоду тем не менее у нас много всего интересного очень увлекательные интересные процессы все разнообразные приглашаю вас к просмотру а также предлагаю приглашаю вас поддержать наших участников потому что у нас очень серьезная работа серьезный сам мария крупенина участвует нашем совместном проекте с оригинальным набором от фирмы овен номер 625 размер работает 30 на 25 сантиметров канва здесь 18 каунта белая и мария сделала замену на серо зеленый 18 каунта нитки bestex 26 цветов цветная схема пишет мария что начало пути положены еще в начале прошлого месяца нитки в работе терпимый если не делать длинную нарезку все-таки набор старенький но появилось два препятствия первое мне не нравится вышивать в одной нить а второе нежданно не негаданно мою жизнь ворвался процесс по авторской схеме от и волги друзья ну что ж мария богатство просто так не дается случается препятствие на нашем пути и нужно держать в ухо во строк оговориться и пред преодолевать все препятствия вышиваете обязательно удачи алла красноярска вышивает набор от фирмы панна мандала богатство 220 на 220 крестика вот такая вот замечательная мандала с золотыми карпами пишет что набор комплектуется аидой 16 каунта но зашивка не полная поэтому решила я заменить основу и буквально вчера получила и шелковой нити мурану буду вышивать через две нитки переплетения очень странно а по фотографии кажется что зашивка полная будем следить за отшивом обязательно вышивайте ангелина орлова вышивает оригинальный набор фильма золотой рунок дальнем берега мм-013 набор входит канва цвайгард 16 каунта и пишет ангелина что половина первого фрагмента пройдено а еще чуть-чуть и первый лист будет готов а подробности вы можете посмотреть на канале у ангелины ссылочка в инфобоксе вера сбродова вышивает наборчик фирмы джо сандэй д427 с печатью на канве это 11 каунт вышивается в три ниточки размер работы 77 на 56 сантиметров участвует 45 цветов и 6 листов схемы пишет нам вера что с 9 января по 27 февраля было вышито в картине парящий орел 1600 крестиков вышивалась картина легко интересно почти не путались крестики ложились ровно в этом элементе заката часто менялись оттенки цвета коричневого и желтого умал в марте планируется вышить еще один элемент заката в апреле перейти горам вот так все расписано уверен мы будем поддерживать ваш процесс виктория румянцева участвует в нашем совместном проекте с оригинальным набором фирмы реолис это мышонок вот такой вот хорошенький мышонок с денежкой с колосками прям настоящий символ года и богатства и сразу у нас представлена готовая работа поздравляем замечательный ток также виктория румянцева продолжает участие в нашем совместном проекте с оригинальным набором от фирмы золотое руно f024 замок на воде размер 26 на 52 сантиметра канва аида 14 аккаунта нитки мулины модера 9 цветов вот такая большая очень серьезная сложная работа начата работа 5 июля 2019 года и здесь было выше то меньше половины и виктория эту работу хочет хочет завершить вместе с нами с нами мы я только рада мы будем поддерживать и надеюсь у вас в жизни тоже появится свой прекрасный замок татьяна демкина немножко задержалась но все-таки успела с отчетом вышивает татьяна наборчик от фирмы клубок желаний это дизайн на фирмы димэншенс элегантный гобелен очень шикарная работа потихонечку продвигается желаем удачи и хороших продвижений татьяна петрова вышивает летний пейзаж от фирмы лука с размер работы 18 на 20 сантиметров ниточки анкор канва цвайгард пишет татьяна что очень надеется что этот домик от лука с принесет исполнение желаний пишет что заменила еду на мурану и не ошиблась единственное наверное облака нужно было было вышивать в одну нить а не в две как написано в инструкции но в целом получается очень хорошо и видно что процесс идет легко и быстро желаем вам удачи и шустрые колочки людмила хороян вышивает наборчик фирмы mill hill это тыковка пишет что тыковка получается яркая бисер буду пришивать после отшива всех крестиков замечательная работа конечно же поддерживаем светлана кузнецова вышивает оберег и пишет что ей очень нравится вышивать на пластике но время как всегда не хватает поэтому продвижение небольшие ну что же светлана это дело такое житейская нам его всем не хватает но главное по чуть-чуть мы работы продвигаем и все равно они будут вышиты татьяна муратова вышивает у нас оберег богатство и пишет что буду вышивать оберег богатушка жар птица в набор входят нитки мулине хлопчата бумажные 17 цветов канва аида 14 каунта цвет подлен и схема размер готовой работы 16 на 21 сантиметр ну и вы видите какие уже есть те первые продвижения замечательный процесс ирина серегина вышивает у нас в нашем совместном проекте целых два процесса и два процесса очень оригинальные такие необычные вот первый мы сейчас видим это 50 рублей старинные наши советские деньги процесс очень хорошо продвинулся пишет нам что выше то прибавилось еще два листочка с интересом наблюдаем за ростом этой работы а вторая работа это из сайта вышиваю ru схема надежды антоновой вот такая ложка с красной икрой чтобы вот всем так хорошо жилось и здесь тоже хорошее продвижение но у ирины осталось вышивать просто вот черным зашивать фон конечно это очень скучно но зато можно марафонить и вышивать большими большими участками без остановки главное что потихонечку работа растет и очень классно получается елена к небо у нас вышивает тоже два процесса первый процесс это вот такой интересный сэмплер с пчелками и мы видим уже что положено начало интересные такие узоры появляются есть пчелки а второй дизайн это дизайн на фирмы dimensions точнее набор фирмы dimensions здесь вышивается на основе с напечатанным фоном есть print вышита достаточно много нам пишет елена что здесь вышивалась очень легко использовалась всего три цвета два из которых бленды и уже готовы все крестики на самой маленькой бабочки вот такие вот хорошие продвижения у нас за месяц я думаю что скоро мы уже видимо готовую работу юлия переплетчикова участвует в нашем совместном проекте с набором от фирмы rto под названием коронованные плоды дизайн разработан по мотивам картины марии павловой мулине дмс основа здесь 14 каунт размер готовой работы 35 на 35 сантиметров пишет что впервые будет вышивать две работы одновременно впервые знакомиться с наборами от фирмы rto и впервые возьму в руки ниточки от дмс новый опыт он всегда очень интересен любопытен желаю вам удачи и конечно же получать удовольствие от всех процессов пишет нам также юлия что из по процессу появился один из коронованных плодов вот такой красавец ниточки приятные замечательная канва отлично проработана схема один минус от процесса просто невозможно оторваться ну что вы это конечно же плюс получайте удовольствие и мы вас поддерживаем вашем процессе илона а отчитывается также по своим процессам в нашем совместном проекте у илоны есть свой канал на youtube ссылочку я оставлю вы можете перейти посмотреть илона очень много процессов с которыми она участвует во всех наших трех совместных проектах и пишет что уже все завершился виноград от фирмы реолис вот он начался и сразу же завершился очень быстро илон его вышила пишет что вышивала всего 12 дней совершала ошибки неправильно вышила полукрест конечно же подробно об этом можно увидеть посмотреть на канале у илоны а также пишет нам здесь китайскую легенду описывает которая говорит что виноград приносит большой успех в ближайшем будущем сочная связка винограда предвещает наступление хороших времен и улучшение благосостояния если вы собираетесь начать новый бизнес найти новую работу или изменить ситуацию к лучшему нужно разместить картину с изображением связки винограда в сектор богатства на юго-восток чтобы она принесла вам хорошей прибыли в вашей работе или если вы видите что у вас идет сплошной поток неудач разместите картину с изображением грозди винограда и она принесет изменения к лучшему в вашем благосостоянии виноград это признак изобилия и сильных потомках виноград привлекает взаимопонимание удачу в переговорах и гармоничные взаимоотношения поможет вам принять правильные решения просто супер надо тоже себе обязательно вышить виноград потому что с таким позитивом с таким посылом обязательно нужно тоже себе вышивать виноград ну а также илона заявляет нам еще одну работу это маяк эту работу илона будет вышивать с марта месяца но я думаю уже приступила опять же все подробности на канале у илоны можно посмотреть но и мы приходим дальше лариса киселева вступает на совместный проект с работой от с дизайном от фирмы панна оберег домашнего очага дома дерево символизирует человека и его путь духовным высотам плодородию процветанию изобилию кошка петух и ангела сопровождают и помогают вот такой вот интересный наборчик вышивает у нас лариса мы видим старт положен ну и конечно же желаем удачи дарья ибрагимова вступает наш совместный проект с наборчиком от темп и студии новоселье размер работы 30 на 20 сантиметров наборе мулины гамма аида 18 аккаунта цветная схема для данного сп выбрал эту работу как символ семейного благополучия так как изображена пара птиц возле своего нового жилища и дарья успешно за месяц завершил эту работу и представляет нам уже готовую постиранную поглаженную работу фотографии очень четкие красивые и можно насладиться всеми красками дарья мы вас поздравляем дарья ибрагимова продолжает участие в нашем совместном проекте с оригинальным набором от фирмы золотое аруно это ночная песня размер работы 37 на 28 сантиметров аида 16 каунта мулины модера 36 цветов и используется светящаяся ниточка мы видим какие красивые сочные оттенки здесь и первый отчет дарьи замечательное продвижение так держать ирина соколовская вышивает в нашем совместном проекте набор от фирмы золотое руно алые паруса пишет нам что к сожалению в этом месяце было очень мало времени на вышивку поэтому продвижение небольшие зато появился кусочек неба это ничего у нас еще времени много поэтому вы успеете наверстать наталья ступак пишет хочу вступить в сп с набором от кастом крафт подсолнухи по мотивам произведений джон портер набор 2008 года размер работы 27 на 39 сантиметров число стежков 154 на 216 вышивается на иди номер 14 количество цветов 26 вышивается в две нити чистыми цветами начала вышивать в октябре 2019 года подсолнухи солнечные растения символизирующие богатство и удачу всем своим видом солнечные цветы дарят нам радость и тепло тот кто когда-нибудь был на поле где растет подсолнечник должен быть очень вдохновился богатством красок и форм этого удивительного растения подсолнух сам по себе радует глаз визуально он похож на солнце славянской культуре как известно все что связано с солнцем несет радость и процветание не обошел этот символ своей силы и китайскую культуру кроме огромного хозяйственного значения всем нам сложно представить свою жизнь без подсолнечного масла подсолнухи по фэншу несут в себе символ богатства и процветания вот такая яркая и очень символичная картина получится у натальи желаем удачи и с удовольствием наблюдаем за процессом светлана селезнева пишет присоединяюсь с известным димовскими орлами как известно орел это символ успеха власти и могущества а я буду вышивать его для своей средней дочки она давным-давно влюбилась в этот петит и я решила подарить ей его на 8 марта а и до 18 аккаунта из набора заменила на мурана 264 мне кажется что и да очень светит через полукрест даже на превью то видно интересно как получится на равномерке увеличенного каунта ну и и светлана нам представляет уже готовую работу пишет что ура ура успела к 8 марта так хотела на подарить свои доченьки и я очень рада за светлану что у нее все получилось работа очень очень красиво фотографии четкие и хорошо все можно рассмотреть поздравляем марина филиппова отчитывается во первых по своему процессу от фирмы rt он это вот такой милый домик уютный теплый очень гармоничный здесь очень хорошие продвижения но также представляет нам еще один процесс пишет что это не запланированный старт это макошь богиня макошь богини в славянской мифологии это единственное женское божество идол которого стоял воздвигнутым князем владимиром на киевском капище наравне с идолами других богов при их перечислении в повести временных лет макошь замыкает список начинающихся с перуна ее образ связывают с предением и ткачеством а также судьбой и перемеслами параскева называли бабе святой она как считалось покровительство матерям и незамужним девушкам размер данного данная работа будет 200 на 125 крестиков вышивка рушника размером 2 и 2 на 0 32 метра изнанку приходится делать супер идеальной схему купила лет восемь назад в музее города каргополь архангельской области вот такой вот у нас интересный процесс вышивает марина филиппова не всегда интересные и такие большие работы желаем удачи и следим за продвижением а вот и мой отчет я напомню что я вышиваю дизайн надежды антоновой это сайт вышиваю ру давно приобрела очень она приобрела набор полностью укомплектованный нитками схемой делала много раз попыток чтобы приступить к данному процессу но все никак и вот решила в этом сп обязательно преодолеть скажем так это такой барьер свой личный и взялась за работу вышиваю с помощью программы петер мейкер все подумываю приобрести кростить сагу но пока еще не решилась пока работаю с программа петер мейкер у меня был такой пучок припаркованных не так огромные я решила все их дошить чтобы уже ничего у меня перед глазами не мельтешила и вот только с этой задачей справилась теперь мне нужно конечно продвигать работу здесь большое смешение цветов вышиваю полукрестом в три ниточки ну ничего вот уже есть первое продвижение который меня радует и хочется надеяться что все таки я смогу справиться с этой работой вот такие у нас новости такие у нас интересные все процессы немножко видео вышла с запозданием по техническим причинам но я надеюсь что все будет войдем и все в струю на этом все желаю хорошего настроения до новых встреч и пока пока